До начала пробного ЕГЭ для родителей остается 10 минут. Учитель русского языка Анна Духтанова погружает взрослых в школьную программу. Освежает в памяти лексические нормы речи, в частности паронимы, которые войдут в одно из заданий теста. Надеть одежду, одеть надежду. То есть надеваем что-то, а одеваем кого-то. Если будем помнить это правило, то никогда не ошибемся. Три десятка химчан сели за партой вместо своих детей, чтобы узнать, с чем придется столкнуться их ребенку уже скоро. Почувствовать вот эту атмосферу, узнать что-то новое и рассказать своему ребенку. Сама практически завалила выпускные экзамены, поэтому очень переживаю, что сорвется, занервничает, отвлечется. А то, что у него знаний хватит на сдачу, в этом я уверена. Участникам теста раздают задания. На выполнение им отводят 20 минут. Пробный ЕГЭ включает всего 8 вопросов вместо 26, которые предстоит решать выпускникам. Это задания на знания орфографии, пунктуации лексической нормы речи и другие основные разделы языка. Последнее задание – сочинение по предложенному тексту. Сосредоточиться было сложно. Много отвлекающих моментов. А так все в принципе доступно. Пробный ЕГЭ для родителей проводят уже пятый год. Помимо знакомства с заданиями, родителям дали советы по психологической подготовке к экзаменам. С этой целью поддержать взрослых пришли и члены общественного совета «Химке интересно жить». Настрой родителей очень позитивно скажется на настрой детей, когда они будут проходить эту процедуру. Я думаю, что для каждой семьи это тот путь, который, во-первых, сплачивает семью, во-вторых, позволяет психологически более комфортно подойти к этому мероприятию. Результаты пробного ЕГЭ родители получат на электронную почту. А вот для тех, кто не смог записаться на первый тестовый ЕГЭ, смогут это сделать в последнюю неделю марта. Пробные экзамены пройдут во всех химкинских школах. По словам замглавы Ирины Теслевой, ежегодно родители активно проявляют инициативу в этой акции. У нас по-прежнему растет количество золотых медалистов. И даже в прошлом, в достаточно сложном году, у нас их было порядка 160. И здесь, конечно же, заслуга не только педагогического коллектива в команде с учащимися, но и, конечно же, усердия. И наши родители всегда до последнего учатся со своими детьми, пока могут им еще помочь. Что же касается обязательного единого госэкзамена для учащихся, то он традиционно пройдет в конце мая. В химках в ЕГЭ по русскому языку примут участие 1328 выпускников.